Главы с первой по третью. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Владимиром Аняновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой Предисловие В прошлом году у меня образовалась маленькая школа из крестьянских детей от 10 до 13 лет. Желая передать им учение Христа так, чтобы оно было понятно им и имело бы влияние на их жизнь, Я рассказывал им своими словами те места из четырех Евангелий, которые казались мне самыми понятными, доступными детям и вместе с тем самыми нужными для нравственного руководства в жизни. Чем дальше я занимался этим, тем яснее мне становилось и из пересказов детей, и из вопросов их, Все то, что легче воспринималось ими, и что более привлекало их. Руководствуясь этим, я и составил эту книжечку. Думаю, что чтение ее по главам, сопровождаемое вызываемыми этим чтением объяснениями о необходимости приложения в жизни вечных истин этого учения, не может не быть благотворно для детей, по словам Христа, особенно восприимчивых к учению о Царстве Божьем. Лев Толстой, 12 июля 1908 года Глава 1 Иисус Христос своим учением и жизнью открыл людям то, что Дух Божий живет в каждом человеке. По учению Иисуса Христа все бедствия людей от того, что они жизнь свою полагают в теле своем, а не в Духе Божьем. От этого они враждуют друг с другом, от этого мучаются душою, от этого боятся смерти. Дух Божий – это любовь, и любовь живет в душе каждого человека. Полагай, люди, жизнь свою в Духе Божьем, в любви, и не будет ни вражды, ни душевных мучений, ни страхов смерти. Все люди желают себе добра. Учение Христа открывает людям то, что добро – это дано им любовью, и что все люди могут иметь это благо. От этого и учение Христа называется Евангелием. Ев – значит благое, ангелеон – значит весть. Благая весть. Глава 2 Иисус родился 1908 лет тому назад от Марии, жены Иосифа. До 30 лет Иисус жил в городе Назарете с матерью, отцом и братьями, и когда возрос, помогал отцу в его плотничьей работе. Когда Иисусу было уже 30 лет, Он услыхал, что народ ходит слушать проповеди святого пустынника. Пустынника этого звали Иоанн. И Иисус вместе с народом пошел в пустыню, чтобы послушать проповедь Иоанна. Иоанн говорил, что пришло время Царства Божия. Такое время, когда все люди будут понимать, что они все равны, что нет ни высшего, ни низшего, и что все должны жить в любви и согласии друг с другом. Он говорил, что время это близко, но наступит совсем только тогда, когда люди перестанут делать неправду. Когда простые люди спрашивали Иоанна, «Что мне делать?» Он говорил, что тому, у кого две одежды, надо одну отдавать нищему. Так же тому, у кого есть пища, делиться с тем, у кого ее нет. Богатым же людям Иоанн говорил, чтобы они не обирали народ. Солдатам говорил, чтобы они не разбойничали, были довольны тем, что получают, и не сквернословили. Фарисеям и саддукеям, законникам, говорил, чтобы они переменили свою жизнь и покаялись. «Не думайте», – говорил он им, – «что вы особенные люди. Перемените свою жизнь и перемените так, чтобы по делам вашим видно было, что вы переменились. А если не переменитесь, то не миновать вам того, что бывает с плодовым деревом, когда оно не приносит плода. Если дерево не приносит плода, его сурбают на дрова. То же будет и с вами. Если не будете делать добрых дел, если не перемените своей жизни, все пропадете». Всех людей Иоанн уговаривал быть милосердными, справедливыми, кроткими. И тех, кто обещался исправить свою жизнь, Иоанн в знак перемены их жизни купал в реке Иордане. И когда он купал их, он говорил, «Я очищаю вас в воде, но совсем очистить вас может только Дух Божий в вас самих». И слова Иоанна о том, что людям надо переменить свою жизнь для того, чтобы наступило Царство Божие, и что очиститься люди могут только Духом Божиим, слова эти запали в сердце Иисуса. И чтобы обдумать все то, что он услыхал от Иоанна, и Иисус не вернулся домой, а остался в пустыне. И прожил так много дней, раздумывая о том, что он слышал от Иоанна. Глава 3. Иоанн говорил, что для того, чтобы пришло Царство Божие, людям надо очиститься Духом Божиим. «Что же значит очиститься Духом Божиим?» думал Иисус. «Если очиститься Духом, значит жить не для своего тела, а для Духа Божия», думал Иисус. «То действительно пришло бы Царство Божие, если бы люди жили Духом Божиим, потому что Дух Божий один и тот же во всех людях. И живи все люди Духом, все люди были бы едины, и пришло бы Царство Божие. Но люди не могут жить только Духом, люди должны жить и телом. Если же они будут жить телом, служить телу, заботиться о Нем, то будут жить все врозь. Будут жить так, как живут теперь, и никогда не придет Царство Божие. «Как же быть?» думал Иисус. «Жить одним Духом нельзя, а жить телом, как теперь живут мирские люди, дурно. И если жить так, то все будут жить врозь, и никогда не придет Царство Божие. Как же быть?» «Убить себя в своем теле?» подумал Иисус. «Нельзя, потому что Дух живет в теле по воле Бога. Убить себя, значит идти против воли Бога». И раздумав так, Иисус сказал себе, «Выходит так, что нельзя жить одним Духом, потому что Дух живет в теле. Нельзя тоже жить одним телом, служить телу, как живут все люди. Нельзя так же и освободиться от тела, убить себя, потому что Дух живет в теле по воле Бога. Что же можно? Можно одно, жить в теле, как того хочет Бог, но живя в теле, служить не телу, а Богу». И рассудив так, Иисус вышел из пустыни и пошел по городам и селам проповедовать свое учение. Конец главы 3. Звукозапись сделана Владимиром Аняновым. Главы с 4 по 10. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аняновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 4. И разнеслась молва об Иисусе по округе, и много народу стало ходить за ним и слушать его. И он говорил народу, «Вот вы ходили слушать Иоанна в пустыню. Зачем вы ходили к нему? Ходят смотреть людей в богатых одеждах, но те живут во дворцах, а в пустыне ничего этого не было. Зачем вы ходили к Иоанну в пустыню? Вы ходили слушать того, кто учил вас доброй жизни. Как же он учил вас? Он учил вас тому, что должно прийти Царство Божие. Но для того, чтобы оно пришло, чтобы не было зла в мире, нужно, чтобы все люди жили не врозь, каждый для себя, а все было едино. Все любили друг друга. Так для того, чтобы пришло Царство Божие, вам прежде всего надо изменить жизнь свою. Царство Божие придет не само собой, не Бог устроит это Царство, а вы сами должны и можете установить это Царство Божие. А установите вы его тогда, когда постараетесь изменить жизнь свою. Не думайте, что Царство Божие явится видимым образом. Царство Божие нельзя видеть. И если вам скажут, оно здесь или там, не верьте этому и не ходите. Царство Божие не во времени или месте каком-нибудь, оно везде и нигде, потому что оно внутри вас, в вашей душе. Глава 5. И все яснее и яснее толковал Иисус свое учение. И один раз, когда собралось к нему много народу, он стал говорить народу о том, как надо жить людям для того, чтобы пришло Царство Божие. Он говорил, «Царство Божие совсем другое, чем Царство мирское. Царство Божие войдут не гордые, не богатые. Гордые и богатые царствуют теперь. Они теперь веселятся, и теперь их все хвалят и уважают. Но покуда они будут гордыми и богатыми, и в душе их не будет Царство Божие, не войдут они в Царство Божие. Войдут в Царство Божие не гордые, а смиренные, не богатые, а нищие. Но войдут в Царство Бога смиренные и нищие только тогда, когда они будут смиренными и нищими не от того, что они не сумели сделаться славными и богатыми, а от того, что они хотели грешить, чтобы стать знатными и богатыми. Если же вы нищий только от того, что не сумели разбогатеть, то вы как соль несоленая. Соль нужна только тогда, когда она солона. Если же она не солона, то она ни на что уже не годится, и ее выбрасывают. Так и вы. Если вы нищие только от того, что не сумели разбогатеть, то и вы никуда не годитесь, ни в бедные, ни в богатые. И потому прежде всего одно на свете нужно – это быть в Царстве Божием. Ищите Царство Божие и правды Его, и все, что вам нужно, будет у вас. И не думайте, что я учу чему-нибудь новому. Я учу тому же, чему учили вас все мудрецы и святые люди. Я учу только тому, как исполнять то, чему они учили. А чтобы исполнять то, чему они учили, надо соблюдать заповеди Божии. Не говорить только про них, как говорят ложные учителя, а исполнять их. Потому что только тот, кто исполняет заповеди Божии и примером своим научает, и других исполнять их, только тот войдет в Царство Небесное. Глава 6. Иисус сказал. Первая заповедь в том, что в Старом Законе сказано «Не убей», и что грешен тот, кто убивает. А я говорю вам, что если человек сердится на брата, то он уже грешен перед Богом. Еще больше грешен, если он сказал брату грубое, ругательное слово. Так что если станешь молиться и вспомнишь, что ты сердишься на брата, то прежде чем молиться, поди и помирись с ним. И если нельзя тебе почему-нибудь сделать это, то в душе своей затуши злобу против брата. Это одна заповедь. Другая заповедь в том, что в Старом Законе сказано «Не прелюбодействуй», а если разошелся с женою, то дай ей разводную. А я говорю вам, что не только не должен человек прелюбодействовать, но если он смотрит на женщину с дурными мыслями, то он уже грешен перед Богом. У разводи же говорю вам, что кто разведется с женою, тот сам прелюбодействует, и жену вводят в прелюбодеяние, вводят в грех и того, кто женится на разведенной. Это вторая заповедь. Третья заповедь в том, что в Старом Законе Вашем сказано «Не приступай к клятвы, но исполняй перед Богом клятвы твои». А я говорю вам, что клясться совсем не надо, а что если спрашивают тебя о чем-нибудь, то говори «да», если «да», и «нет», если «нет». Клясться же ничем нельзя. Человек весь во власти Бога, и потому он не может вперед обещаться, что сделает то, в чем поклянется. В этом третья заповедь. Четвертая заповедь в том, что в Старом Законе сказано «Око за око, и зуб за зуб». А я говорю вам, что не надо платить злом за зло, и око за око, и зуб за зуб. И если кто ударит тебя в одну щеку, лучше подставить другую щеку, чем за удар ответить ударом. И кто захочет взять у тебя рубашку, то лучше отдать и кафтан, чем враждовать и драться с братом. Не надо злом противиться злу. В этом четвертая заповедь. Пятая заповедь в том, что в Старом Законе вашем сказано «Любить человека своего народа, а ненавидеть людей чужих народов». А я говорю вам, что надо любить всех людей. Если люди считают себя врагами вашими, и ненавидят, и проклинают вас, и нападают на вас, то вы все-таки любите их, и делайте им добро. Все люди – сыны одного отца, все братья, и потому надо одинаково любить всех людей. В этом пятая и последняя заповедь. Глава 7. И сказал еще Иисус всем слушающим Его о том, что будет от того, что они станут исполнять Его заповеди. «Не думайте, – сказал он, – что если не будете сердиться на людей, будете мириться со всеми, будете жить с одной женщиной, не будете клясться и присягать, не будете защищаться против обижающих вас, будете отдавать все, что у вас просят, будете любить врагов. Не думайте, что если будете жить так, то жизнь ваша будет трудная, хуже той, какую вы ведете теперь. Не думайте этого. Жизнь ваша будет не хуже, а много лучше теперешней. Отец наш Небесный дал нам свой закон не для того, чтобы жизнь наша стала хуже, а для того, чтобы мы имели жизнь истинную. Живите по этому учению, и придет Царство Божие, и все, что вам нужно, будет у вас. Птицам и животным Бог дал свой закон, и когда они живут по этому закону, им хорошо. И вам будет хорошо, если будете исполнять закон Бога. То, что я говорю, ведь я говорю не от себя, а это закон Бога, и закон этот записан в сердцах всех людей. Если бы закон этот не давал всем людям благо, Бог не дал бы его. Закон вкратце в том, чтобы любить Бога и ближнего, как самого себя. Тот, кто исполняет этот закон, поступает с другими, как он хочет, чтобы другие поступали с ним. И потому всякий, кто слушает слова эти мои и исполняет их, делает то же, что делает человек, строящий дом на камне. Такой человек не боится ни дождя, ни разлива рек. Не бурь, потому что дом его построен на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, тот делает то же, что делает человек безрассудный. Если строить дом свой на песке, такой дом не устоит ни от воды, ни от бурь, и упадет, и разрушится. И когда Иисус окончил эти слова, народ дивился учению его. Глава 8. И после этого стал Иисус притчами толковать всему народу про то, как надо понимать Царство Божие. Первую притчу он сказал такую. Когда человек посеет семена на своем поле, то он не думает о них, а спит ночью, и встает днем, и делает свои дела. Не заботясь о том, как семя выходит и растет. Семена же сами собой бухнут, прорастают, выходят в зелень, в трубку, в колос и наливают зерна. И только тогда, когда поспеет урожай, посылает хозяин жнецов, чтобы сжать ниву. Так и Бог не устанавливает своей силой Царство Божие среди людей, а предоставил самим людям делать это. Вторую притчу Иисус сказал о том, что если в человеке нет внутри его Царство Божие, то такого человека не принимает Бог в свое Царство, а оставляет его в миру до тех пор, пока он сам не сделается достойным Царства Божие. Он сказал, Царство Божие похоже на то, как рыбак протягивает по морю сети и захватывает всякую рыбу. Захватив же рыбу, отбирает тех, какие нужны. Ненужных же пускает опять в море. И об этом сказал еще третью притчу. Посеял хозяин хорошие семена в поле своем. И стали вырастать семена. Выросла среди них и дурная трава. И вот работники пришли к хозяину и говорят, Или ты плохие семена посеял? У тебя на поле много дурной травы вышло. Пошли нас, мы выпалим. А хозяин говорит, не надо, а то вы станете полоть дурную траву и потопчете пшеницу. Пускай растут вместе. Придет жатва, тогда велюжницам отобрать пшеницу, а дурную траву бросить. Так и Бог не позволяет людям вступаться в жизнь других людей и сам не вступается в нее. Каждый человек только сам, своими силами, может прийти к Богу. И кроме этих притч сказал Иисус еще такую притчу о Царстве Божьем. Он сказал, когда высеивают семена на поле, то не все семена вырастают одинаково. А бывает с семенами так. Одни семена попадают на дорогу и налетают птицы, выклевывают их. Есть еще такие семена, что попадают на каменистую землю, и эти семена хоть и прорастают, но ненадолго. Не в чем им корениться. Ростки скоро засыхают. И есть еще и такие семена, что попадают в бурьян, и бурьян заглушает их. А есть такие, что попадают в хорошую землю, и врастают, и приносят от одного зерна 30 и 60 зерен. Также люди бывают такие, что не принимают Царство Божие в сердце свое, приходят к ним искушение плоти и похищают посеянное. Это семена на дороге. На каменистой земле семена – это когда люди сперва с радостью принимают учения, а потом, когда приходят обиды, гонения и заучения, то отказываются от него. Семена в бурьяне – это когда люди и поняли смысл Царства Божьего, но заботы мирские и жадность к богатству заглушают в них смысл учения. На хорошей же земле семена – это те, кто понял смысл Царства и принял его в сердце свое. И эти люди дают плод и сам 30, и сам 60, и сам 100. Так что тот, кто удержал то, что дано ему, тому дается многое, а кто не удержал, у того последнее отнимается. И потому всеми силами старайтесь вступить в Царство Божие. Ничего не жалейте, только бы войти в него. Делайте так, как сделал бы тот человек, который, когда узнал о том, где был зарыт большой клад, продал все, что имел, и купил тот участок земли, где был клад, и стал богачом. Так и вы поступайте. Помните, что малое усилие для Царства Божия дает большие плоды. Все равно, как из малого семечка вырастает высокое дерево. Всякий человек может одними своими силами войти в Царство Божие, потому что Царство Божие внутри нас. Глава 10. И услыхав эти слова, один фарисей по имени Никодим пришел к Иисусу и спросил его, «Как понимать, что Царство Божие внутри нас?» Иисус сказал, «Царство Божие внутри нас значит то, что всякий человек, чтобы войти в Царство Божие, должен родиться снова». А Никодим спросил, «Как же может человек родиться снова? Разве может человек войти в брюхо матери и опять родиться?» Иисус сказал ему, «Родиться снова значит родиться не плодским рождением, как родиться ребенок от матери, а родиться духом». Родиться же духом значит понять то, что дух Божий живет в человеке, и что кроме того, что всякий человек рожден от матери, он рожден еще от духа Бога. Рожденное от плоти – плоть, оно страдает и умирает. Рожденное же от духа – дух, и живет само собой, и не может ни страдать, ни умирать. Бог вложил дух свой в людей не для того, чтобы они мучились и погибали, а для того, чтобы они имели жизнь радостную и вечную. И всякий человек может иметь такую жизнь. Такая жизнь и есть Царство Божие. И потому Царство Божие надо понимать не так, что для всех людей в какое-нибудь время и в каком-нибудь месте придет Царство Божие, а так, что если люди признают себе дух Божий и живут им, то такие люди вступают в Царство Божие, и не страдают, и не умирают. Если же люди не признают себе духа и живут для тела, то такие люди страдают и погибают. Конец главы 10. Главы с 11 по 15. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 11. И все больше и больше народа ходило за Иисусом и слушало его учения. И фрейсеям это стало неприятно. И они начали придумывать, как бы обвинить Иисуса перед народом. Шел раз Иисус в субботу с учениками через поле. Ученики рвали по дороге колосья, растирали их в руках и ели зерна. А по учению евреев, Бог установил с Моисеем завет о том, чтобы люди ничего не работали в субботу, а только молились Богу. Увидали фарисеи, что ученики Иисуса труд колосья в субботу, и остановили учеников. И сказали им, так не годится делать в субботу. В субботу нельзя работать, а вы растираете колосья. В законе сказано, что следует казнить смертью тех, кто работает в субботу. Иисус услыхал это и сказал, пророк сказал, что Бог хочет любви, а не жертвы. Если бы вы понимали эти слова, вы не осуждали бы Моих учеников. Человек важнее субботы. И фарисеи не знали, что ответить на эти слова, и замолчали. В другой раз фарисеи увидали, что Иисус пришел в дом к сборщику податей Матфею и обедал вместе со всеми домашними. А те, с кем он обедал, считались у фарисеев неверными. Фарисеи стали осуждать Иисуса. Они говорили, что незаконно есть неверными. А Иисус сказал, я учу истине всех, кто хочет научиться истине. Вы считаете себя верными и думаете, что знаете истину. И поэтому вас уже нечему учить. Учить, стало быть, можно только неверных. А как же они научатся истине, если мы не будем сходиться с ними? Тогда фарисеи, не зная, что ответить на это, стали укорять учеников Иисуса за то, что они едят хлеб неумытыми руками. Сами же они строго вели по своему преданию, как мыть руки и посуду. И все, что сторгу, если не вымыли, не ели. На эти слова Иисус сказал, Вы упрекайте нас за то, что мы не соблюдаем омовение, когда едим. Но ведь осквернить человека не может то, что входит в тело человека. Оскверняет человека то, что выходит из души человека. Потому что из души человека выходит зло, блуд, убийство, воровство, корысть, злоба, обман, наглость, зависть, клевета, гордость и всякое зло. Все зло выходит из души человека, и только зло может осквернить человека. Пусть будет у вас в душе любовь к братьям, и тогда все будет чисто. Глава 12. Отошел один раз Иисус от учеников и стал молиться. Когда он кончил, ученики подошли к нему и сказали, Учитель, научи нас молиться. И он сказал им, прежде всего, молиться надо не для того, как это часто делается, чтобы люди видели вас и хвалили за это. Если так делают, то делают это для людей, и от людей бывает и награда за это. Но для души нет пользы от такой молитвы. Вы же, если хотите молиться, то зайдите в такое место, где бы никто не видал вас, и там молитесь отцу своему, и отец вас даст вам то, что нужно для души вашей. Молиться прежде всего надо о том, чтобы свят был в нас Дух Божий, чтобы пришло Царство Божие в душу нашу, чтобы жить нам не по своей воле, а по воле Бога, чтобы не желать нам лишнего, а только дневного пропитания, чтобы помог нам Отец наш прощать братьям нашим грехи их, и чтобы помог нам избавиться от соблазнов и зла. Молитва ваша пусть будет такая. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, так же, как и мы прощаем всем тем, кто согрешил против нас. И избавь нас от искушения и от зла. Молиться надо так. Но если хотите молиться, то прежде всего подумайте о том, нет ли у вас на душе зла на кого-нибудь. И если вспомните, что есть зло на кого-нибудь, то пойдите прежде и помиритесь с тем, на кого держите зло. И если не можете найти этого человека, то в сердце своем вырвите зло против него, и тогда только молитесь. Тогда только молитва ваша будет на пользу вам. Глава тринадцатая. Случилось раз Иисусу войти к фарисею обедать. И пока он сидел в дому у фарисея, пришла женщина городская. Она была неверная. Она знала, что Иисус в доме у фарисея, и пришла туда же, и принесла склянку с духами. И стала на колени у ног Иисуса. И заплакала. И слезами обливала его ноги. И вытирала волосами. И поливала духами и склянки. И увидав это, фарисей соблазнился и подумал про Иисуса. Если бы человек этот точно был пророк, то он узнал бы, что женщина эта неверная и распутная, и не позволил бы ей дотрагиваться до себя. Иисус догадался о том, что думал фарисей, обернулся к нему и говорит, «Сказать тебе, что я думаю, скажи, — говорит фарисей». Иисус и говорит, «Вот что, два человека считали себя должными одному богачу, один пятьсот рублей, а другой пятьдесят. И не было чем отдать ни тому, ни другому. Богач и простил им обоим. Ну как по твоему разуму? Кто из двух будет больше любить богатого человека и ухаживать за ним?» Фарисей и говорит, «Известно, тот, кто больше был должен». Иисус показал на женщину и говорит, «Так то ты и эта женщина. Ты считаешь себя правоверным и потому малым должником перед Богом. Она считает себя неверную и потому большим должником. Я пришел к тебе в дом, ты не дал мне воды, ноги умыть. Она слезами умывает и волосами отирает мои ноги. Ты не поцеловал меня, а она целует мои ноги. Ты не дал мне масло голову помазать, а она дорогими духами поливает мне ноги. Она считает себя большой грешницей, и потому ей легче любить людей. А ты считаешь себя праведным, и потому тебе трудно любить, а тому, кто любит много, все прощается». Глава 14. «В другой раз проходил Иисус в Самарию. Уморился он и сел у колодца. А ученики его пошли в город за хлебом. И приходит из деревни женщина за водой. Иисус попросил у нее напиться. Женщина и говорит ему, «Ведь вы, иудеи, с нами, самарянами, не общаетесь. Так как же ты просишь у меня пить?» Иисус же сказал ей, «Если бы ты знала меня и то, чему я учу, ты бы не говорила так, а дала бы мне пить, и я бы дал тебе пить воды жизни». Женщина не поняла его и сказала, «Откуда ты возьмешь какой-то другой воды? Тут только и есть вода, что в этом колодце, отца нашего Иакова». И он сказал ей, «Кто напьется от твоей воды, тот опять захочет пить, а кто моей воды напьется, тот всегда будет доволен, и даже других людей своей водой поить будет». Женщина поняла, что он говорит о божественном. И говорит, «Да ведь я самарянка, а ты иудей, и потому тебе нельзя научить меня. Наши на этой горе молятся, а вы, иудеи, говорите, что только в Иерусалиме дом Бога». Иисус сказал, «Это было прежде, а теперь пришло время, когда люди будут молиться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме, а все будут почитать Отца Небесного не в том или другом месте, а в Духе и Истине». Бог – это Дух, и почитать Его надо в Духе и Истине. Женщина не разобрала, что Он сказал ей, и говорит, «Слыхала я, что посланник Божий придет, тогда все разъяснит». А Иисус сказал, «Пойми, женщина, что Я сказал тебе, и ничего не жди больше». Глава 15 Иисус сам ходил и проповедовал по городам и селам, а кроме того, послал учеников своих в те места, где хотел сам побывать. Он сказал им, «Много людей не знают благо настоящей жизни, всех жалко Мне, и всем хотел бы открыть то, что знаю. Как хозяин не может сам управиться со своим полем и зовет на жатву рабочих, так и Я. Идите по разным городам и везде разглашайте учения Царства Бога. Говорите людям заповеди Царства и сами во всем исполняйте эти заповеди. Я посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Первее всего, ничего не имейте своего, ничего не берите с собой, ни мешка, ни хлеба, ни денег, только платье на теле, да обувь. И не делайте различия между людьми, не выбирайте хозяев, куда вам заходить, а в какой первый придете дом, в том и оставайтесь. Когда придете в дом, поздоровайтесь с хозяевами, если примут вас, входите, если не примут, идите в другой дом. Люди будут ненавидеть вас за то, что вы будете говорить, и будут на вас нападать, и гонять вас из места в место, но вы не смущайтесь. И когда выгонят вас из одной деревни, вы идите в другую, а из той выгонят, идите в третью. Будут вас гонять, как волки гоняют овец, но вы не робейте, и будут на суды водить вас, и будут сечь вас, и будут водить к начальникам, чтобы вы оправдывались перед ними. И когда вас будут водить на суды и к начальникам, не думайте, что вам сказать, а знайте, что в вас живет дух отца вашего, и он скажет то, что нужно сказать. Люди могут убить ваше тело, но душам вашим они ничего не могут сделать, и потому не бойтесь людей, а бойтесь только того, чтобы не погибла душа ваша вместе с телом, если вы отступите от исполнения воли отца. Вот чего вы бойтесь. Ни одна пташка не погибает без воли отца. Без его воли не падает и волос с головы. Если вы в воле отца, так чего же вам бояться? Конец главы 15. Главы с 16 по 21. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аняновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 16. И посланные ученики ушли в одну сторону, а Иисус ходил с остальными учениками в другой стороне, по деревням и селам. И случилось ему раз зайти в одну деревню. И одна женщина, звали ее Марфа, позвала его к себе в дом. И он вошел и стал говорить. И сестра Марфы Мария села у ног его и слушала его. А Марфа хлопотала об угощении. И увидала Марфа, что сестра ее сидит у ног Иисуса и слушает его. Она подошла к Иисусу и сказала «Я одна хлопочу по хозяйству, а сестра сидит тебя слушает. Скажи ей, чтобы она поработала со мной». И Иисус сказал «Марфа, Марфа, заботишься и хлопотишь о многих делах, а одно только дело нужно». И Мария выбрала то одно, что нужно и чего никто не отнимет от нее. Для истинной жизни нужна не пища тела, а пища духа. И об этом же сказал Иисус такую притчу. Родилось раз у одного человека много хлеба. И подумал себе этот человек «Теперь перестрою амбары, выстрою большие и соберу туда все мое добро и скажу душе моей «Вот тебе душа всего в волю, отдыхай, ешь, пей и живи в свое удовольствие». И сказал ему Бог «Глупый, в нынешнюю ночь возьмут твою душу и все, что ты припас другим достанется». Так-то бывает и со всяким, кто готовит для плотской жизни, а не живет для души. Только тот живет истинной жизнью, кто отказался от своей воли и готов на каждый час исполнять волю Бога. Тот же, кто заботится о жизни плотской, тот губит жизнь истинную. Глава 17 И случилось раз Иисус услышать, как люди рассказывали про то, что Пилат убил Галилеян и еще про то, как завалилась башня и задавило 18 человек. И Иисус сказал на это народу «Как вы думаете, были в чем-нибудь особенно виноваты эти люди? Мы все знаем, что люди эти были ничем не хуже нас и то, что с ними случилось, может всякую минуту случиться и с нами. Все мы не нынче, завтра также можем умереть. Смерти нам не миновать, так и нечего нам беречь свою плотскую жизнь, ведь мы знаем, что она скоро кончится. Беречь нам надо то, что не умирает, жизнь духа». И сказал на это Иисус такую притчу «Была у хозяина в саду бесплодная яблоня». Хозяин и говорит садовнику «Вот три года хожу, и яблоня это все без плода. Надо срубить ее, а то она только напрасно место нанимает». А садовник говорит «Погодим еще, хозяин, дай я ее окопаю, обложу навозом и посмотрим на лето. Может и даст плод. А и на лето не даст, ну тогда срубим». То же и с нами. Пока мы живем одной плотью и не приносим плода жизни духа, хозяин не срубает нас». Не предает нас смерти, потому что ожидает от нас плода, жизни духа. А не принесем плода, то не миновать погибели. Чтобы понять это, не нужно никакой мудрости. Всякий это сам видит. Ведь не то, что в домашних делах, а и в том, что на всем свете делается, умеем мы рассуждать и вперед догадываться. Если ветер с полдня мы говорим к ведру. И так и бывает. Что же мы погоду узнавать умеем, а того вперед угадать не можем, что все мы помрем, и что беречь нам надо не умирающую жизнь тела, а не умирающую жизнь духа. Глава 18 И в другой раз Иисус сказал народу притчу о том, чему подобна жизнь человеческая. Он сказал, был один богатый человек, и надо было ему уехать из дома своего. И вот перед отъездом призвал он рабов своих, и роздал им десять фунтов серебра, каждому по одному, и сказал, работайте каждый над тем, что я дал, пока я буду в отлучке. Сказал так и уехал. И когда он уехал, рабы стали свободны и жили как хотели. И вот, как вернулся этот богатый человек из отлучки, призвал он рабов своих, и велел им сказывать, что каждый сделал с его серебром. Пришел первый и говорит, вот хозяин, на твой фунт серебра я заработал десять. И сказал ему хозяин, хорошо, добрый слуга, ты будь со мной во всем моем богатстве. Пришел другой раб и сказал, вот хозяин, на твой фунт серебра я заработал пять. И сказал ему хозяин, хорошо, сделал, добрый раб, и ты будь со мной за одно во всем моем имении. Пришел и третий раб и сказал, вот тебе господин твое серебро, я его завернул в платок и берег его у себя, потому что знаю тебя, ты человек строгий, берешь где не клал и собираешь где не сеял, и я боялся тебя, и хозяин сказал, глупый раб, твоими словами буду судить тебя, ты говоришь, что из страха передо мной берег мое серебро у себя и не работал над ним, если ты знал, что я строг и беру там, где не клал, так зачем же ты не сделал того, что я велел тебе сделать, если бы ты работал на мое серебро, имение бы прибавилось, и ты исполнил бы то, что я велел тебе, теперь же ты не сделал того самого, зачем я давал тебе серебро, и потому тебе нельзя и владеть им, и велел хозяин взять серебро у того, кто не работал над ним, и отдать его тому, кто больше работал. И тогда слуги сказали хозяину, господин, у тех и так много. Хозяин же сказал, дайте тем, кто много работал, потому что тому, кто блюдет то, что дано ему, прибавляется, а у того, кто не блюдет, у того и последнее отнимается. Такова и жизнь людей, сказал Иисус. Богатый хозяин это отец, рабы его это люди. Серебро это дух Божий в людях. Как хозяин не сам работает над своим имением, а велит рабам работать каждому на то, что дано ему. Так и Отец Небесный дал людям дух свой для того, чтобы они увеличивали его в себе, работали над тем, что было дано им. И разумные люди понимают то, что жизнь духа дана им для того, чтобы духа и становятся участниками жизни отца. Неразумные же люди, как глупые рабы, боятся потерять свою телесную жизнь и исполняют только свою волю, а не волю отца и потому лишаются истинной жизни. Такие люди теряют то, что есть самого драгоценного – жизнь духа. И потому нет более вредной ошибки людской, как то, чтобы признавать жизнь свою в теле, а не в духе. Надо быть заодно с духом жизни. Кто не заодно с ним, тот против него. Надо служить духу жизни, а не своему телу. Глава 19. Привезли раз к Иисусу детей. Ученики стали отгонять детей. И Иисус увидал это и сказал, «Напрасно вы детей отгоняйте. Детей не отгонять надо, а учиться у них надо, потому что они ближе, чем взрослые к Царству Божию. Дети не ругаются, не держат зла, не блудят, не клянутся, ни с кем не судятся, не знают различия между своим народом и чужим. Дети ближе, чем взрослые к Царству Небесному. Надо не отгонять детей, а заботиться о том, чтобы не вводить их в соблазны. Соблазны губят людей тем, что под видом добра и приятности заманивают их в самые вредные дела. Только поддайся человек соблазну, и он губит и тело, и душу. И потому лучше пострадать телом, чем попасться в соблазн. Как лисица, попавший в капкан, отгрызает себе лапу, только чтобы спасти себя всю. Так и всякому человеку лучше пострадать телом, чем отдаться соблазну. Лучше погибнуть не только руке, ноге, всему телу, только бы не полюбить зла и не привыкнуть к нему. Горе миру от соблазнов. Через соблазны входит все зло в мир. Глава 20. И еще сказал Иисус, что из всех соблазнов самый вредный это соблазн гнева. Человек гневается на брата своего за грехи его и думает, что он этим гневом своим может исправить брата от грехов, а забывает то, что никто не может быть судьей брата своего, потому что каждый из нас полон грехов, и что прежде чем исправлять брата, надо исправить самого себя, а то мы видим соринку в глазу брата, а не видим щепы в своем собственном. И потому, если считаешь, что брат твой поступил дурно, то пойди к нему, выбери такое время и место, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, и тогда скажи ему коротко то, что имеешь против него. Если послушает тебя, то он вместо того, чтобы быть врагом тебе, станет твоим другом. Если же не послушает, то пожалей его, и уже не имей с ним дела. И один из учеников спросил, а если он не послушает и опять обидит меня? Опять простить ему? А если он опять и опять обидит меня, и в третий, и в четвертый, и в седьмой раз, неужели все прощать ему? И Иисус сказал, не то, что семь раз, а семьдесят раз семь, без конца прощать надо. Потому что, как прощает нам Бог все грехи наши, если мы каемся в них, так и нам надо без конца прощать братьям своим. Глава 21. И об этом сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал, стал один богач считаться со своими должниками, и привели ему должника такого, что должен был тысячи рублей, и нечем было ему отдать, и мог богач за это продать и имение должника, и жену, и детей, и его самого. Но стал должник просить милости у богача, и богач помиловал его, и простил весь долг. И вот пришел к этому самому человеку его должник, бедный человек, и стал просить о том, чтобы простил долг его. Но помилованный должник не помиловал своего должника, а потребовал сейчас же уплаты всего долга, и как ни кланялся его помилованный должник, и посадил бедняка в тюрьму. Увидали это люди, и пошли к богачу, и сказали, что сделал этот человек. Тогда позвал богач должника, и говорит ему, я тебе весь долг простил, потому что ты умолил меня, и тебе надо было миловать должника своего за то, что я тебя помиловал, а ты что сделал, и подал богач суд на должника своего. То же бывает и с нами, если мы не прощаем от всего сердца всем тем, кто виноват перед нами. Всякая ссора с братом связывает нас и удаляет нас от отца, и потому для того, чтобы не удаляться от Бога, нам надо прощать братьев своих и быть в мире и любви с ними. Конец главы 21 Главы с 22 по 27 Учение Христа изложенное для детей Это звукозапись сделана для сайта Libriox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа изложенное для детей Лев Николаевич Толстой Глава 22 И пришли рад к Иисусу фарисеи и стали спрашивать Его, может ли муж оставлять одну жену и брать другую? И Иисус сказал им на это, Вы знаете, что дети могут родиться только от одного отца и одной матери. Так это установлено Богом. И потому человек не должен нарушать того, что установлено Богом. Если же человек нарушает то, что установлено Богом, и отпускает жену и сходится с другою, то он делает тройное зло себе, жене и другим людям. Себе делает зло тем, что привыкает к распутству. Жене делает зло тем, что оставив ее, вгоняет ее в грех. Делает зло другим людям тем, что соблазняет их, подавая пример прелюбодеяния. И сказали Иисус ученики, слишком трудно жить с одной женой. Если так до самой смерти надо жить с одной женой, какая бы она ни была, то лучше уж совсем не жениться. И сказал им на это Иисус, можно и не жениться, но только если кто хочет жить без жены, тот будь совсем чистый и не думай о женщинах. Хорошо, кто может прожить жизнь так, а кто не может и не соблазняйся на других женщин. Глава 23. Один раз подошли к Петру сборщики податей на храм и спросили его, что учитель ваш заплатит, что полагается? Петр сказал, что заплатит. И услыхав это, Иисус сказал Петру, как ты думаешь, Петр, царь с кого берет подати, сыновей своих или с посторонних? Петр сказал, с посторонних. Так вот, если мы сыновья Бога, то нам незачем платить подати, но чтобы не соблазнять их, отдай им, но не потому, что мы обязаны платить, а только для того, чтобы их не ввести в грех. В другой раз фарисеи сошлись с царскими чиновниками и подошли к Иисусу, чтобы уловить его в словах, откажется ли он от обязанностей перед царем. Они сказали ему, «Ты вот учишь всему по правде, скажи нам, что, мы обязаны платить царю подати или нет?» Иисус сказал им, «Покажите, чем вы платите царю подати?» Они показали монету. На монете было царское изображение. Иисус указал на это изображение и сказал, «Царю отдавайте царское, только Божие, душу свою, никому не отдавайте, кроме как Богу. Деньги, имущество, труд свой, все отдавайте тому, кто будет просить их у вас, но ни для кого не отделайте того, что противно закону Бога». Глава 24. Случилось раз, что зашли ученики Иисусова в деревню и попросились переночевать, но никто не пустил их. И пришли ученики к Иисусу и рассказали про это и сказали, «Такие дурные люди стоят того, чтобы громом их убило за это». Иисус огорчился и сказал, «Все вы не понимаете, какого вы духа. Я учу не тому, как губить, а тому, как спасать людей. Разве можно желать зла ближнему? Во всяком человеке живет тот же дух Божий, какой и в вас, и потому вы не должны желать зла тому же, что в вас самих». Другой раз книжники и фарисеи привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, а по закону Моисея таких надо побивать камнями. Ты что скажешь? Говорили они это, искушая его. Если бы он сказал, что надо камнями побить женщину, то это было бы противно его учению о любви ко всем. Если же бы сказал, что этого не надо делать, то сказал бы противное закону Моисееву. Но Иисус ничего не отвечал им, а только наклонившись низко чертил пальцем по земле. Они еще раз спросили его о том же. Тогда он поднял голову и сказал им, вы говорите, что по закону надо побить ее камнями. Так и сделайте. Но только пусть первый бросит в нее камень тот, кто не знает за собой греха. И сказав это, и опустив голову, опять чертил пальцем на земле. Обвинители же один Иисус и женщина. И Иисус поднял голову и, не видя никого, кроме женщины, сказал ей, видно, никто не осудил тебя. Она сказала, никто, Господи. Так и я не осуждаю тебя, сказал Иисус. Иди и впредь не греши. Глава 25. И Иисус учил людей тому, что все люди одного отца дети, и потому весь закон Бога в любви к Богу и ближнему. И один законник, зная это, хотел изловить на словах Иисуса и показать ему, что не все люди одинаковы, и что люди разных народов не могут быть одинаково сынами Бога. И он спросил Иисуса, ты учишь тому, что надо любить ближнего, но кто мой ближний? И Иисус ответил ему на это притчей. Он сказал, был один богатый иудей, и случилось так, что когда иудей этот возвращался домой, напали на него разбойники, избили, ограбили его и бросили на дороге. Проходил иудей священник, и видел избитого иудея, но не остановился, а прошел мимо. Проходил и другой иудей, левит, и тоже видел избитого, и тоже прошел мимо, и проходил по той же дороге человек из чужого народа, самарянин, и увидел этот самарянин избитого иудея, не подумал о том, что иудеи считают самарян не ближними, а чужими людьми и врагами, а пожалел иудея, поднял его, свез на своем осле в гостиницу, обмыл, перевязал его раны, заплатил деньги за него, гостиннику, и только тогда уехал, когда уже был не нужен избитому. Ты спрашиваешь, кто ближний, сказал Иисус, в ком есть любовь, тот считает ближним всякого человека, все равно, какого бы он ни был народа. Глава 26. И учение Иисуса распространялось все больше и больше, и все больше и больше злобились на него фарисеи. Они говорили народу, не слушайте его, он обманывает вас, если жить по его заповедям, то будет больше зла, чем теперь. Иисус слышал это и сказал им, вы говорите, что если я учу людей не искать богатства, а быть бедными, не злобиться, не отплачивать око за око и зуб за зуб, а терпеть все или бить всех, то я изгоняю зло злом, что если люди последуют моему учению, то жизнь их будет хуже, чем прежняя. Вы говорите, что вместо прежнего зла будет новое зло, но это неправда. Не я заменяю одно зло другим, а вы изгоняете зло злом. Вы изгоняете зло угрозами, казнями, клятвами, убийствами, но зло все-таки не уничтожается. Оно и не может уничтожиться, потому что никакая сила не может сама себя уничтожить. Я же изгоняю зло не тем, чем вы. Я изгоняю зло добром. Я изгоняю зло тем, что призываю людей исполнять те заповеди, которые спасут их от всякого зла. Глава 27. Пришли раз к Иисусу мать и братья его, и не могли дойти до него, потому что много было народа около Иисуса. И один человек увидал их, подошел к Иисусу и говорит, твои семейные Иисус сказал, мать и братья мои, те, кто знает волю отца и исполняют ее. Для всякого человека воля отца Бога должна быть важнее отца и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и сего имущества, и самой плотской жизни. Ведь в мирских делах всякий разумный человек, прежде чем что-нибудь начать, разочтет, выгодно ли то, что он дом, то прежде чем начать, сядет и сочтет, сколько нужно денег, сколько у него есть, и достанет ли кончить, чтобы не случилось того, что начал строить и не кончил, а только даром потратил и силы, и время. И всякий царь, если хочет воевать, то прежде подумает, может ли он с десятью тысячами идти войной против двадцати тысяч. Если разочтет, что не может, то пошлет послов и замирится, не станет уже воевать. Так и всякий человек должен понять, что все то, что он считает своим, и семейство, и имение, и самая плотская жизнь его, не нынче, завтра отнимется от него, и что его одно, что никогда не отнимется от него, это духовная жизнь, и что только со своей духовной жизнью он может и должен заботиться. И услыхав это, один человек сказал, хорошо, как есть духовная жизнь, а то, как мы все отдадим, а жизни этой нет. На это Иисус сказал, всякий знает, что жизнь с Духа есть, и одна не умирает. Вы все знаете это, но не делайте того, что знаете. Не потому, что сомневаетесь, но потому, что отвлекаетесь от истинной жизни ложными заботами. И он сказал на это такую притчу. Хозяин приготовил обед и послал работников звать гостей, но гости стали отказываться. Один сказал, я землю купил, надо пойти поглядеть. Другой сказал, я быков купил, надо пахать. Третий сказал, я женился, у меня свадьба. И пришли работники и сказали хозяину, что никто не идет. Хозяин тогда послал звать нищих. Нищие не отказались и пришли, пировали на обеде. Так и люди знают духовную жизнь только тогда, когда у них нет забот о плоти. Конец главы 27. Главы с 28 по 33. Учение Христа изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аняновым. Учение Христа изложенное для детей. Глава 28. И раз подошел к Иисусу человек, пал перед ним на колени и сказал, учитель благой, скажи мне, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную? Иисус сказал, что ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог. Знаешь заповеди, исполняй их. А человек сказал, заповеди много, какие? Иисус и говорит, не убивай, не блуди, не лги, не кради, не обижай никого, почитай отца и мать. А человек сказал, эти заповеди я исполняю от юности. Иисус посмотрел на него и полюбил его и говорит, одного тебе не достает, поди и все, что есть у тебя, продай и раздай нищим. И человек смутился и молча отошел, потому что у него было большое имение. Иисус сказал ученикам, вот видите, как трудно богатому войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись на эти слова, а Иисус еще раз повторил и говорит, да, дети, трудно, трудно богатому войти в Царство Божие. Легче верблюду пройти в ушко иголки, чем богатому войти в Царство Божие. И они еще пуще ужаснулись и говорили между собою, если не иметь ничего, то как же жить после этого, замерзнешь, умрешь с голоду. Христос сказал, это только кажется страшно плоскому человеку, духовному же человеку это легко, тот, кто поверит в это и испытает, тот узнает, что это правда. Глава 29. И еще сказал Иисус, нельзя служить за раз двум господам, Богу и богатству, воле Отца и своей воле, надо одной из двух, служить одному или другому. И фарисеи слышали это. Фарисеи любили богатство и смеялись над этими словами Иисуса. И Иисус сказал им, вы думаете, что потому, что вас за богатство почитают люди, то вы и точно почтенны? Нет, Бог не смотрит на то, что наружи, а смотрит на сердце. То, что перед людьми высоко, то мерзость перед Богом. В Царство Божие входят не богатые, а нищие. Иисус знал, что фарисеи верят в то, что после смерти люди поступают одни в ад, другие в рай, и сказал им о богатстве такую притчу. Он сказал, был один человек, очень богатый, он каждый день гулял, рядился и веселился. И жил в том же месте нищий и корстовый человек по имени Лазарь. И приходил Лазарь во двор богача, надеясь, не останутся ли объедки от богачого стола. Но и объедков Лазарю не доставалось. Богачевы собаки все подъедали, да еще и Лазарю облизывали с трупья. И вот умерли оба, и Лазарь, и богач. И вот в аду увидал богач вдалеке Авраама и смотрит Лазарь коростовый с ним сидит. Богачи говорит, Авраам, батюшка, тебя я беспокоить не смею, а вижу с тобой сидит Лазарь коростовый, тот, что у меня под забором валялся. Так пришли мне его, пускай он палец в воде помочет и даст мне глотку освежить, потому горю я в огне. А Авраам говорит, за что же мне к тебе в огонь Лазаря посылать? Ты в том мире, чего желал, то и имел, а Лазарь только горе видел. Да я хотел бы сделать по-твоему, да нельзя. Нет общения между вами и нами. Тогда богач говорит, если так, то пошли ты, батюшка Авраам, Лазаря хоть ко мне в дом, у меня пятеро братьев осталось, так жалко мне их. Пусть он скажет им, что от богатства бывает, а то как бы и они не попали в такую же муку, как и я. А Авраам говорит, они и так это знают, это и Моисей, и все пророки говорили. А богаче говорит, все бы лучше, если бы кто из мертвых воскрес и к ним пришел, они бы лучше одумались. А Авраам говорит, если и Моисея, и пророков не слушают, то хоть и мертвый воскреснет, и того не послушают. Глава 30. После этого Иисус ушел в Галилею и жил там со своими родными. И когда пришел иудейский праздник, обновление сени, то братья Иисуса собрались идти на праздник и стали звать собой Иисуса. Они не верили в его учение и говорили ему, вот ты говоришь, что иудейское служение Богу неправильно, и что ты знаешь настоящее служение Богу делом. Если ты точно думаешь, что знаешь то, чего никто кроме тебя не знает, так вот, иди с нами на праздник. Там народу будет много, там при всем народе и объяви свое учение. Если все поверят тебе, тогда и ученикам твоим будет видно, что ты прав, а то что же скрываться? Ты говоришь, что наше служение Богу ложно, что ты знаешь истинное, ну и покажи его всем. Иисус сказал им, каждому делу свое время, пойду, когда придет время. И братья его ушли, а он остался. И на празднике было много народу, и народ спорил об учении Иисуса. Одни говорили, что учение его истина, а другие говорили, что он только смущает народ. В половине праздника сам Иисус пришел в Иерусалим и вошел в храм. В притворе храма стояла скотина, коровы, быки, бараны, и были сделаны садки с голубями, и сидели за лавками менялы с деньгами. Все это нужно было для того, чтобы подавать жертвы Богу. И Иисус, войдя в храм и увидав много народу, прежде выгнал скотину из храма и голубей всех повыпустил, и деньги менял, все рассыпал. Потом сказал всем, пророк Исаия сказал, дом Бога не храм в Иерусалиме, а весь мир людей Божьих. А пророк Иеремия тоже сказал, не верьте лживым речам, о том, что здесь дом вечного, не проливайте безвинной крови и не приходите в дом Бога и не говорите, теперь мы спокойно можем делать дурное. Не делайте дома моего вертепом разбойников. Я Бог, не радуюсь вашим жертвам, но радуюсь вашей любви между собою. Поймите, что значит слова пророка, живой храм это весь мир людей, когда они любят друг друга. Служить Богу надо не в храме, а жизнью в духе и добрыми делами. Все слушали и дивились его речам и спрашивали друг друга, откуда он, не учившись, знает все это. Иисус, услыхав то, что все удивлялись его речам, сказал, учение мое, не мое, но того, кто послал меня, потому что кто от себя выдумывает, тот ищет славы от людей, а кто я учу вас только исполнению воли отца. Если станете исполнять эту волю, то узнаете, что я не выдумал то, что говорю, а что учение это от Бога. И многие сказали, говорят, что он лживый пророк, а вот он говорит всем явно, и никто ничего не говорит против него. Только по одному нельзя верить, что он мессия, посланник Божий. Это потому, что сказано, «А мы знаем его и всю его родню». Тогда Иисус сказал им, «Знаете меня, и откуда я по плотскому, но не знаете, откуда я по духу». Не знаете, от кого я по духу, а его только и надо знать. Если бы вам сказали, что я мессия, вы поверили бы мне, человеку, а не верите отцу, который во мне и в вас, а надо верить одному отцу». Глава видав все это и услыхав его, говорили, «Он точно пророк». Другие же говорили, «Это мессия», а иные говорили, «Разве из Галилеи может прийти мессия?» Сказано в Писании, что мессия придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И зашел о нем спор, и началось волнение в народе. И тогда первосвященники послали служителей схватить его. Но служители не решили взять его, и когда они возвратились к первосвященникам и фарисеям, фарисеи сказали им, «Что же вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников? Или из фарисеев? Поверил в него только народ проклятый, а народ невежда в законе?» И разошлись все по домам. И Иисус же пошел на гору Елеонскую и там ночевал с учениками, а утром опять пришел в храм, и опять много народа пришло слушать его, и он опять учил их. Он сказал, «Учение мое свет миру, кто примет его, тот не будет ходить во тьме, но будет ясно видеть, что хорошо и что дурно. Я учу тому, чему учит всякого человека отец мой дух, пославший меня. Они сказали, «Где твой отец?» Он сказал, «Если бы вы знали меня, вы знали бы и отца моего». И сказали ему, «Кто же ты?» Он сказал, «Я тот дух, которому не было начала и не будет конца. Я сын учите в себе сына человеческого, тогда узнаете, что такое я, и тогда поймете, что я ничего не делаю и не говорю от себя, но делаю и говорю только то, чему научил меня отец». Глава 32. И иудеи окружили его и сказали, «Все, что ты говоришь, трудно понять и не сходится с нашим писанием, не мучай нас, а скажи нам прямо, ты отвечал им Иисус, «Я же говорил вам, кто я, но вы не верите. Делайте же то, что я говорю, тогда поймете, кто я и для чего пришел. Кто идет по мне и делает то, что я говорю, кто понимает мое учение и исполняет его, тот соединяется со мною и с отцом, я и отец одно». И иудеи оскорбились этими словами и взялись за каменья, чтобы убить его. И он спросил их, «За что вы хотите убить меня?» Они сказали, «Мы хотим убить тебя за то, что ты, человек, делаешь себя Богом». И отвечал им Иисус, «Я сказал, что я сын Божий и соединяюсь с отцом, когда исполняю волю его. Тот, кто признает себя сыном Бога, тот живет всегда, а сын хозяина всегда в доме, так и человек, когда живет духом, соединяется с отцом и живет вечно. Истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». И тогда иудеи сказали ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе, Авраам умер, и пророки умерли, а ты говоришь, что кто соблюдет слово твое, тот не умрет». Авраам умер, и пророки умерли, а кто соблюдет твое слово, тот не умрет. И Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Иисус говорил про тот дух Божий, который жил в нем и живет в каждом человеке, и которому нет ни конца, ни начала, но они не понимали этого. Иудеи не знали, что с ним делать, и не могли присудить его, и пошел он опять за Иордан и оставался там. Глава 33. И один раз, в то время, когда Иисус возвращался в Иерусалим, два ученика его, Иаков и Иоанн, подошли к нему и говорят, «Учитель, обещай нам, что ты сделаешь нам то, о чем мы попросим тебя». Он говорит, «Чего вы хотите?» Они говорят, «Чтобы мы были равны с тобою». Но Иисус сказал, «Вы сами не знаете, чего просите. Каждый человек может своим усилием войти в царство отца, но никто другой не может сделать этого для другого». И Иисус подозвал других учеников и сказал всем, «Мирские люди, цари и начальники считают между собой, кто старше, кто младше, а между вами большим будет только тот, кто будет всем слугою. Между вами, кто хочет быть первым, тот считай себя последним, потому что по воле отца сын человеческий не за тем живет, чтобы ему служили, а за тем, чтобы самому служить всем и отдать плоскую жизнь за жизнь духа». Конец главы 33 Учение Христа изложенное для детей Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым Учение Христа изложенное для детей Лев Николаевич Толстой Глава 34 И на это сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал, «Вышел раз хозяин рано поутру нанять работников в виноградник свой, и договорившись с работниками по гривне за день, послал их в виноградник свой. Потом вышел около завтрака и увидел других рабочих без работы и им сказал, «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышел около обеда и около полдника и сделал то же. И уже вечером нашел еще людей без работы и сказал им, что вы стоите здесь целый день без дела. Они сказали, «Никто не нанимал». И он сказал, «Идите и вы виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же пришло время к расчету, говорит хозяин виноградника своему управителю, позови работников и отдай им равную плату, начав с последних и до первых. И те, кто пришли вечером, получили по гривне. Те же, что пришли первыми, думали, что они получат больше, но получили тоже по гривне. И эти первые стали роптать на хозяина виноградника и говорили, «Эти работали один час, а мы целый день с утра, и ты сравнял их с нами». Хозяин же сказал им, «Напрасно вы ропщите, разве вы не уговаривались со мною по гривне? Возьмите, что вам следует, и идите. А если я хочу дать последнему то же, что и первому, то разве я не властен в своем делать, что хочу? Вы обижаетесь за то, что я добр, и завидуете брату, это нехорошо. То же и первым». Глава 35. И об этом же сказал Иисус еще притчу. Он сказал, «Было у одного человека два сына, и меньшой захотел отделиться от отца, и сказал, «Батюшка, отдели меня». И отец отделил его, взял меньшой свою часть и пошел на чужую сторону, и на чужой стороне промотал все имение, и стал бедствовать. И так опустился, что нанялся на чужой стороне в свинопасы, и только тем и питался, что ел желуди, то же, что ели свиньи. И раз раздумался он о своем житье и сказал себе, «Напрасно я ушел от отца, у отца всего было много, у отца и работники сытые едят, а я вот со свиньями один корм ем. Пойду лучше к отцу, поклонюсь ему в ноги и скажу, пошел к отцу. Когда он подходил к дому, увидал его отец, узнал и вышел навстречу ему, обнял и поцеловал его. И сказал сын, «Батюшка, виноват я перед тобою, не стою тебе сыном быть». Отец ничего не ответил на эти слова, а только велел работникам принести одежду, самую лучшую, и сапоги хорошие, и велел сыну одеться во все хорошее. А еще велел отец убить теленка паеного. И когда все было готово, отец сказал домашним, «Этот сын мой был мертвый, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся, будем же праздновать эту радость». И когда все сели за стол, пришел большой сын с поля, и увидал, что в доме что-то празднуют, и подозвал старший сын работника, и спросил, что такое у нас празднует. И работник сказал, «Разве ты не слыхал, брат твой вернулся, и отец твой радуется». Большой брат обиделся, и не пошел в дом, а отец вышел к нему, и стал звать его. Но старший сын не пошел, и сказал отцу, «Сколько лет на тебя работаю, и приказа твоего не ослушаюсь, а ты для меня никогда теленка поеного от старшему сыну? Ты говорит, всегда со мной, и все мое твое, и тебе не надо обижаться, а радоваться, что брат твой в мертвых был, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся. Так же поступает Бог со всеми людьми, когда рано или поздно они возвращаются к Отцу и вступают в Царство Божие». Глава 36. И спросил один раз Иисус у учеников своих, «Скажите мне, как люди понимают мое учение?» И они сказали, «Одни понимают так, что ты учишь тому, чему учил Иоанн, другие говорят, что ты учишь тому же, чему учил Исайя, еще другие говорят, что учение твое похоже на учение Иеремии, что ты пророк». «Хорошо», сказал Иисус, «А как вы понимаете мое учение?» И сказал Ему Симон Петр, «По-моему, ты учишь тому, что Дух Божий живет в каждом человеке, что поэтому всякий человек сын Бога». И сказал ему Иисус, «Счастлив ты, Симон, что понял это. Человек не мог открыть тебе это, но понял ты это потому, что Бог живет в тебе. Не я своими словами открыл тебе это, а Бог, Отец мой, прямо открыл тебе это». И в это время сказал Иисус ученикам о том, что не миновать ему в Иерусалиме нападок и оскорбления от людей, не верующих его учению, но что если и убьют его, то убьют тело, но не убьют того Духа Божия, какой живет в нем. Услыхав эти слова, Петр огорчился, взял за руки Иисуса и сказал ему, «Ты не ходи в Иерусалим». Иисус же сказал на это, «Не говори так. Если ты боишься за меня мучений и смерти, то это значит, что ты не думаешь о Божьем, а думаешь о человеческом. В жизни этой люди должны страдать, если живут для Царства Божия, потому что мир любит своих, а Божи их ненавидит». Всегда было так, что мирские люди мучили тех, кто исполняет волю Отца. И подозвав народ с учениками, Иисус сказал, «Кто хочет жить по Моему учению, тот пусть откажется от своей плотской жизни, и пусть будет готов на все страдания, потому что кто боится за свою плотскую жизнь, тот погубит истинную жизнь, а кто отдаст свою плотскую жизнь, тот спасет истинную, и кто хочет исполнять Мое учение, тот пусть исполняет его не на словах, а на деле, и сказал на это притчу. У одного человека было два сына, и отец сказал первому, «Пойди работай в сад мой», но сын сказал, «Не хочу», а после раскаявшись пошел, а потом подошел отец к другому сыну и сказал тоже, и второй сын сказал, «Иду сейчас», и не пошел, который из двух исполнил волю Отца. И ученики ответили, «Первый, Иисус сказал, так-то и я говорю вам, что мытари и блудницы скорее войдут в Царство Божие, чем те, которые говорят, но не исполняют». Глава 37. И тогда ученики сказали Иисусу, «Трудно твое учение, умножив нас веру в то, что нам будет хорошо, если мы будем жить по твоему учению». Иисус понял, что ученики желают знать про награду за добрую жизнь. И Он сказал им, «Вера не в том, чтобы верить награду, а вера в том, чтобы ясно понимать, в чем жизнь». Если ты ясно понимаешь, что жизнь твоя в Духе Божьем, то ты не будешь ждать награды. Хозяин не станет благодарить работника за то, что он сделал то, что должно. И работник, если он понимает, что он работник, не обижается на это, а работает и знает, что получит то, что ему следует. Так-то и вы исполняете волю отца, и понимаете, что вы работники. И если сделали то, что должно было, то не ожидайте награды, а довольствуйтесь тем, что получаете. Не о том надо заботиться, чтобы получить награду, а надо заботиться о том, чтобы не погубить ту жизнь, какая дана нам, исполнять в этой жизни волю отца. И потому будьте всегда готовы, как слуги, когда они ждут хозяина. Слуги не знают, когда он вернется, рано или поздно, и всегда должны быть готовы. То же самое и в жизни. Всегда, всякую минуту, надо исполнять волю отца, не говоря себе, тогда или там-то я сделаю то-то. Итак, всегда живите духом в настоящем. Для жизни духа нет времени. Смотрите за собой, чтобы не отягочать себя, не отуманивать пьянством, объедением, заботами, чтобы всегда дух Божий властвовал над вашим телом. Глава 38. И Иисус сказал еще притчу о том, как надо жить людям. Он сказал, хозяин посадил сад, обделал, устроил его, все сделал для того, чтобы сад давал как можно больше плодов, и послал в этот сад работников, чтобы они работали, собирали плоды и по уговору платили ему оброк. И вот пришел срок, и хозяин послал работника за оброком, но работники забыли про то, что сад не именно сажен и устроен, что они пришли во все готовое, и отогнали посланца хозяина ни с чем, и жили в саду как хозяева, не думая о том, что сад не их собственный, и что они по милости хозяина живут в нем. Тогда хозяин послал еще старшего приказчика, чтобы напомнить работникам об оброке. Работники прогнали и этого. Тогда хозяин послал сына, но работники подумали, что если они убьют хозяйского сына, то их совсем оставят в покое. Они и убили его. Что же делать хозяину? Больше нечего, как выгнать работников и прислать других. Хозяин это отец, сад это мир, работники это люди, оброк это жизнь духовная. Посланцы хозяина это святые люди, которые напоминают людям о том, что им надо жить не для тела, а для духа. Соблудшие люди думают, что жизнь дана им для их телесного блага, а не для исполнения воли отца, и убивают в себе жизнь духа, и потому лишаются жизни. Глава 39. После этого Христос опять пришел в Юрсалим и в храме стал говорить народу о дурной жизни фарисеев. Он сказал, берегитесь учения книжников, самозванных, правоверных учителей, берегитесь их, потому что они заняли место истинных учителей, пророков. Они самовольно взяли на себя власть проповедовать народу волю Бога. Они только говорят, но не делают того, что говорят. Они хотят быть учителями и для этого стараются выказываться, наряжаются, величаются, а сами ничего не делают. Не верьте им, знайте, что никто не должен называть себя учителем. Эти самозваные, правоверные учители думают, что можно привести к Богу внешними обрядами, клятвами. Они видят того, что внешнее ничего не значит, что все в душе человека. Они самое легкое наружное делают, а что нужно и трудно любовь, милость, правду оставляют. Им бы только наружно быть в законе и других наружно привести к закону. И от этого они как гробы крашенные, снаружи чисты кажутся, а внутри мерзость. Они наружно и святых и мучеников чтут, а по самому делу, они то и есть те самые, которые мучили и убивали святых. Они и прежде и теперь враги всего доброго. От них все зло в мире, потому что они скрывают добро и зло называют добром. А этого надо больше всего бояться, потому что вы сами знаете, что всякую ошибку можно поправить, но если люди ошибаются в том, что есть добро, то уже этой ошибки нельзя поправить, а это и делают эти самозванные пастыри. После этого Иисус сказал, хотел я здесь, в Иерусалиме, соединить всех людей так, чтобы люди здесь жили, любя друг друга и служа друг другу, но эти люди только умеют казнить учителей добра. Иисус пошел прочь от храма и сказал Иисус, верно говорю вам, что весь этот храм и все украшения его, все это разрушится и ничего от этого не останется. Есть один храм Божий, это сердца людей, когда они любят друг друга. И спросили они у него, когда же будет такой храм? И Иисус сказал, это будет не скоро, долго еще людей будут обманывать Моим учением, и будут за это войны и возмущение, и будет большое беззаконие, и будет мало любви. Но когда все люди поймут истинное учение, тогда будет конец зла и соблазнов. Конец главы 39. Главы с 40 по 45. Учение Христа изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Запись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 40. И всеми силами старались книжники и фарисеи погубить Иисуса. Они собрались в совет и стали судить о том, как бы это сделать. Они говорили, надо остановить этого человека. Он так доказывает свое учение, что если оставить его, все поверят в него и бросят нашу веру. Уже и теперь половина народа поверила в него. А если все поверят в его учение о том, что все люди сыны одного отца и что все братья, что нет в нашем народе еврейском ничего особенного от других народов, то придут римляне и заберут нас, и не будет больше царства еврейского. И долго советовались книжники и фарисеи. Им хотелось убить Иисуса, чтобы избавиться от него, но они боялись народа и не решались этого сделать. Тогда первосвященник ихний, по имени Каиафа, сказал так, напрасно вы так боитесь. Бывает нужно убить одного человека для того, чтобы не погиб весь народ. Так и теперь, если мы не прекратим этого человека, то весь народ погибнет. Если даже и не погибнет народ, то все-таки он разбредется и отойдет от нашей единой истинной веры, и потому нечего бояться, надо убить Иисуса. И когда Каиафа сказал это, все согласились с ним и порешили убить Иисуса. Они бы и сейчас взяли Иисуса и убили его, но Иисуса не было в Иерусалиме, и они не знали, где он. Когда подошел праздник Пасхи, тогда первосвященники решили, что Иисус с народом верно придет к празднику, и повестили своим служителям, что если кто увидит Иисуса, то привел бы его к ним. И точно, еще за шесть дней до Пасхи Иисус сказал ученикам, теперь пойдемте в Иерусалим. Но ученики знали, что первосвященники хотят убить его, и стали просить решили побить тебя камнями. Если придешь, они, наверное, убьют тебя. Иисус же сказал им, спотыкается и падает только тот, кто ходит в темноте. Если же человек ходит днем, при свете, то такой человек не спотыкается. Не может ошибаться человек, если живет в свете воли Божией, делает то, чего хочет Бог. Такой человек не может ничего бояться. Пойдемте в Иерусалим. И они собрались и пошли. Глава 41. Когда в Иерусалиме узнали, что идет Иисус, народ вышел ему навстречу. Окружили его, посадили его на осленка, и люди бежали перед ним, срывали с деревьев ветки, кидали на дорогу и кричали, «Вот он, наш истинный царь! Он научил нас истинному Богу!» И так въехал Иисус в это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Когда подъехал Иисус к храму, он сошел со сленка, вошел в храм и стал учить народ. И видели все это фарисеи и архиереи и говорили друг другу, «Смотрите, что делает этот человек, весь народ за ним идет, они хотели бы сейчас взять его, но не смели этого сделать, боялись народа и все придумывали, народ в храме». В народе, кроме иудеев, были еще язычники, греки. Греки слышали про учение Иисуса, что оно не для одних евреев, а для всех людей, и хотели слышать его. Они сказали об этом Филиппу, а Филипп сказал Андрею. Ученики боялись сводить Иисуса с греками. Они боялись, чтобы народ не озлобился на Иисуса за то, что он не признает разницы между евреями и другими народами. И сначала не решались сказать Иисусу про то, чего хотели греки, но потом сказали ему. Услыхав про то, что греки хотят быть его учениками, Иисус сначала смутился. Он знал, что если не делать разницы между иудеями и язычниками, то народ озлобится на него, но тотчас же оправился и сказал, «Нет различия между иудеями и язычниками, и один и тот же Сын человеческий во всех людях, пускай я погибну за это, но пришло время признать Сына человеческого, единый Дух Божий во всех людях. Пшеничное зерно только тогда приносит плод, когда оно само погибает, так и человек приносит плод только тогда, когда отдает жизнь свою для исполнения воли Бога. Кто любит свою телесную жизнь, тот умоляет свою жизнь духовную, а кто готов отдать свою жизнь телесную, тот получает духовную. жизни или исполню волю Отца. И что же, неужели теперь, когда наступил тот час, когда я должен сделать то, для чего послан мир, я скажу, Отец, избавь меня от того, что я должен делать. Не могу я сказать этого, а говорю одно, Отец, прояви себя во мне так, чтобы я мог возвеличить Сына человеческого и соединить всех людей воедино. И на эти слова иудеи сказали ему. Мы знаем, что должен прийти Христос, но не понимаем, что такое значит возвеличить Сына человеческого. И Иисус сказал, возвеличить Сына человеческого значит жить светом духовным, а свет духовный есть во всех вас. Возвеличить Сына человеческого над земным значит верить в то, что Дух Божий живет в каждом человеке. То верит в Мое учение, тот верит не мне, но Духу Божию. А Дух Божий дает жизнь миру и живет в каждом из вас. И тот, кто принимает Мое учение, знает этот Дух, потому что Дух этот живет в Нем и дает жизнь миру. Если же кто слышит слова Мои и не понимает их, я не виню его, так как я пришел не обвинять, но спасать. Тот, кто не понимает Моих слов, тот не верит в Дух Божий, потому что то, что я говорю, я говорю не от себя, но от Духа Отца, а Дух Отца живет во Мне. То, что я говорю, это то, что сказал мне этот Дух. И сказав это, Иисус ушел и опять скрылся от первосвященников. Глава 42. И из тех, которые слышали эти слова Иисуса, многие из сильных и богатых людей поверили в учение Иисуса, но боялись признаться перед фарисеями, потому что из фарисеев ни один не признавал учение Иисуса. Они не признавали истины, потому что привыкли верить учению человеческому, а не божескому. И сошлись опять первосвященники и книжники во дворе Каиафы и стали придумывать, как бы учеников Иисуса Иуда Искариотский и сказал им, если боитесь взять Иисуса явно при народе, я найду время, когда с ним будет немного народа и покажу, где он, и тогда возьмете его. Что дадите мне за это? Они обещали ему за это 30 сребреньков. Иуда согласился и с тех пор стал выбирать время, когда можно будет навести на Иисуса первосвященников, чтобы взять его. Между тем, Иисус опять ушел из Иерусалима, и были с ним только ученики его. Когда же подошел первый праздник опресноков, ученики говорят Иисусу, где же мы будем справлять Пасху? Иисус и говорит, подите куда-нибудь в деревню и зайдите в первый дом, и скажите, что у вас нет времени готовить Пасху, а что вы просите пустить вас к себе справить праздник. Ученики так и сделали, пошли в деревню, попросились в деревню в первый дом, и хозяин пустил их. И когда они пришли, Иисус и двенадцать учеников, в том числе и Иуда, то все сели за стол, чтобы исправлять Пасху. Иисус же догадывался о том, что Иуда из Кариотски обещал фарисеям выдать его на смерть, но он не хотел злом за зло отплатить Иуде и при всех учениках обличить его, а как всю жизнь учил учеников любви, так и теперь хотел только любовью смягчить сердце Иуды. И вот, когда он и все двенадцать учеников уже сидели за столом, Иисус взял хлеб, разломил его на двенадцать частей, дал каждому из учеников по куску и сказал, это мое тело, берите и ешьте его, и потом налил в чашу вина, подал ученикам и сказал, пейте все из этой чаши, это кровь моя. И когда сказал, да, это кровь моя, я проливаю свою кровь за грехи мира. И сказав это, Иисус встал из-за стола, снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем, взял кувшин воды и сказал, что он теперь будет всем ученикам мыть ноги. И к первому подошел к Петру. Но Петр отстранился и сказал, разве можно учителю мыть ноги ученикам? Иисус же сказал ему, тебе странно, зачем я хочу мыть твои ноги, но ты сейчас узнаешь, почему я делаю это. Я делаю это потому, что хотя вы чисты, но не все. Иисус словами этими намекал на Иуду. Иисус перемыл ноги всем ученикам, так же и Иуде. И когда он окончил это и оделся, он обратился ко всем ученикам и сказал, это за тем, чтобы вы то же самое всегда делали друг другу. Я учитель ваш, делаю это, чтобы вы знали, как надо поступать с теми, которые делают вам зло. Если вы это поймете и будете делать так, то вам всегда будет хорошо. И сказав это, Иисус опечалился и сказал, да, да, один из тех, кому я мыл ноги предаст меня. И стали ученики оглядывать друг друга и не знали, про кого он говорит. Один ученик сидел близко к Иисусу. Симон Петр кивнул ему, чтобы он спросил его, про кого он сказал. Тот спросил. И Иисус сказал, это тот, кому я подам кусок хлеба. И он подал кусок хлеба Иуде Искариотскому и сказал ему, что хочешь делать, делай скорее. Никто сначала не понял, что значили слова Иисуса. Но Иуда понял их, и как только взял кусок, сейчас же встал и вышел. И когда ученики поняли, в чем дело, уже было поздно, и нельзя было гнаться за ним, потому что была темная ночь. И когда ушел Иуда, Иисус сказал, дети, еще недолго мне быть с вами, не мудрствуйте о моем учении, а как я вас всех, так и вы всегда и до конца любите друг друга и всех людей. В этой заповеди все мое учение. Только исполняя эту заповедь, вы будете моими учениками. Любите друг друга и всех людей. Глава 43. Еще сказал Иисус своим ученикам, жизнь в том, чтобы все больше и больше приближаться к совершенству Бога. Это путь. Я иду по нему, и Иисус сказал Я иду к Отцу, и учение мое это путь к нему. Нельзя соединиться с Отцом жизни иначе, как только через мое учение. Исполняйте мое учение любви и вы познаете Отца. Филипп сказал Покажи нам Отца. Иисус сказал Как же ты не знаешь Отца? Мое учение в том, что я в Отце и Отец во мне. Кто знает Отца? Я умру, и мирские люди не будут меня видеть, но Дух мой не умрет, и вы будете жить им, и тогда вы поймете, что я в Отце и Отец во мне. И сказал ему опять Иуда, но не искариотский, а другой Иуда, почему Дух твой войдет только в нас, а не во всех людей? И в ответ сказал Иисус, Кто исполняет мое учение, того любит Отец, и в том живет Дух мой, кто же не исполняет моего учения, того не любит мой отец, и Дух его не живет в том, учение не мое, а Отца. Вот все, что я могу сказать вам теперь, но Дух мой, Дух истины, вселится в вас после меня, и откроет вам все, и вы вспомните тогда, и поймете много из того, что я говорил вам. И когда поймете это, то будете покойны, не мирским спокойствием, как бывают спокойные люди мирские, но спокойствие Духа таким, что уже ничего не будете бояться. Вы напрасно огорчаетесь тем, что я ухожу от вас. Я иду к Отцу, и от Него, как Духу истины, опять приду к вам, и вслюсь в ваше сердце. Вам надо не печалиться, а радоваться моей смерти, потому что вместо меня, моего тела, с вами будет Дух мой в вашем сердце. Это лучше для вас. Глава 44. Если вы будете жить по моей заповеди любви и исполнять ее, то вы будете иметь все, чего желаете, потому что воля Отца в том, чтобы вы имели то, блага. Если заповедь мою соблюдете так же, как я соблюдаю заповедь Отца, то будете блаженны. Заповедь моя в том, чтобы вы любили друг друга так же, как я любил вас, так, чтобы быть готовым ради любви отдать плодскую жизнь свою. Вы равны мне, если делаете то, чему я научил вас. Я не почитаю вас рабами, но считаю вас равными себе, потому что я разъяснил вам все, что понял от Отца, и вы можете делать то же, что и я. Я дал вам истинное учение, и учение это дает единое истинное благо. Учение все в том, чтобы любить друг друга. Если мир вас будет ненавидеть и гнать, то не удивляйтесь этому. Миру противно мое учение. Если бы вы были заодно с миром, то он любил бы вас, но я вас отделил от мира, и зато он будет ненавидеть и гнать вас. Если меня гнали, то будут гнать и вас. Они не могут не делать этого, потому что не знают отца. Я объяснил им, кто их отец, но они не хотели слушать меня. Они не поняли моего учения, потому что не поняли того, что я говорил им об отце, и зато еще больше возненавидели меня. Еще много сказал бы вам, но вам трудно понять теперь, когда же вселится в вас дух истины, он укажет вам всю правду, потому что он будет говорить вам не новое свое, а то, что от Бога, и он во всех случаях жизни укажет вам путь. Этот дух будет говорить вам в вас то же самое, что я говорю. Глава 45 После этого Иисус поднял глаза свои к небу и сказал «Отец мой, ты дал своему сыну свободу жизни с тем, чтобы он получил жизнь истинную. Жизнь истинная – это знание истинного Бога. И я открыл тебя людям. Я сделал поведанное мне тобою дело. Они были твои и прежде, но по твоей воле я открыл им истину о том, что ты в них. И они познали тебя. Они поняли, что все, что есть во мне, есть и в них, и что все это только от тебя. Они поняли, что все мое твое и все твое мое. Я уже не в мире, а иду к тебе. Но они в мире. И потому прошу тебя, отец, соблюди их в истине. Не чтобы они все были одно, как ты, отец, во мне, и я в тебе, так чтобы и они в нас были одно, чтобы все соединилось в одно, и чтобы поняли люди, что они не сами родились, но ты, любя, послал их в мир, так же, как и меня. Отче праведный, мир тебя еще не познал, но я познал, и они познали через меня. И я объяснил им, что ты, любя их, дал им жизнь тем, чтобы любовь твоя к ним от них возвращалась к тебе. Конец главы 45. Главы 46 по 52. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 46. И после этого Иисус поднялся и пошел с учениками на гору Масличную. И дорогой Он сказал им, да, пришло время, когда, как сказано в Писании, убьют пастуха и разбегутся овцы. Так и будет с вами. Меня возьмут, и вы разбежитесь. Нет, я не убегу, сказал Петр. Если и все разбегутся, я-то уж никак не оставлю тебя. С тобой готов повсюду, и в тюрьму, и на смерть. Иисус же сказал, не хвались вперед о том, что сделаешь. Может быть, что еще нынче до петухов и не раз, а три раза отречешься от меня. Не ни за что, сказал Петр. Тоже сказали и другие ученики. И когда они пришли в сад Гефсимански, Иисус сказал им, побудьте здесь немного, я хочу помолиться. Собой же он позвал только Петра и двух братьев заведеевых. Он сказал, тяжело мне, побудьте со мною. И он отошел немного от них, лег на землю и стал молиться. Он сказал, отец мой, избавь меня от того, что ожидает меня. А потом помолчал недолго и сказал, но все-таки не моя воля пусть будет, а твоя. И пусть будет не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. И потом встал и подошел к ученикам. А ученики заснули. Иисус разбудил их и сказал, крепитесь духом, только дух силен, а плоть слаба. И опять Иисус отошел от них и опять стал молиться и говорил, отец мой, да будет воля твоя, не моя да будет воля, а твоя. И сказав это, опять подошел к ученикам и видит, что они опять заснули. И он в третий раз отошел от них и опять сказал, отец мой, не моя, а твоя пусть будет воля. Тогда вернулся к ученикам и сказал им, И только что он сказал это, показался Иуда из Кориотски и с ним воины и служители первосвященников с оружием и светильниками. И Иуда тотчас же подошел к Иисусу и сказал, здравствуй учитель, и поцеловал его. И Иисус сказал ему, друг, зачем ты пришел? Тогда стража окружила Иисуса и хотела взять его. Но Петр выхватил нож у архиерейского слуги и отсек ему правое ухо. И увидев это, Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, все взявшие меч от меча погибнут. И после этого Иисус обратился к людям, которые пришли за ним, и сказал, зачем вы, как на разбойника, пришли на меня с оружием? Я ведь каждый день был среди вас в храме и учил вас. Что же вы тогда не брали меня? Тогда начальник велел солдатам связать Иисуса. Солдаты связали его и повели сперва к Каиафе. Это был тот самый Каиафа, который уговорил фарисеев погубить Иисуса тем, что сказал, что лучше погубить одного человека, чем гибнуть всему народу. Иисуса привели на двор его дома. Ученики же Иисуса все разбежались. Только один из них, Петр, шел издали за Иисусом и смотрел, куда и Петр вошел туда же, чтобы видеть, чем все кончится. И одна женщина во дворе увидела Петра и спросила его, или ты тоже был с Иисусом галилейским? И Петр испугался и, чтобы его не обвинили вместе с Иисусом, сказал, не знаю, что ты говоришь. Потом, когда Иисуса повели в дом, и Петр вошел с народом в сени, в сенях разложен был огонь. Женщина другая грелась у огня. Когда Петр подошел к огню, женщина поглядела на него и говорит, похоже, что этот человек был с Иисусом Назарянином. Петр испугался еще больше и стал клясться, что никогда не был с Иисусом и не знает, что это за человек. Немного погодя, подошли к Петру люди и говорят, однако по всему видно, что ты тоже из бунтовщиков. По говору тебе можно узнать, что ты из Галилеи. Тогда Петр еще раз стал клясться, что даже никогда не видал Иисуса. И только что он сказал это, запел петух. И вспомнил Петр слова Иисуса, что ты еще до петухов нынче же, может быть не раз, а три раза отречешься от меня. Вспомнил это Петр и пошел со двора и горько заплакал. Глава 48. И сошлись тогда к первосвященнику старейшины и книжники. И когда все собрались, привели Иисуса. И первосвященник спросил его, в чем его учение и кто его ученики. Иисус сказал, я всегда при всех все говорил и ни от кого ничего не скрывал. О чем же ты меня спрашиваешь? Спроси тех, кто слышал и понял мое учение. Они скажут тебе. Когда Иисус сказал это, один из слуг ударил Иисуса по лицу и сказал, с кем ты говоришь? Разве так отвечают первосвященнику? Иисус сказал, если я дурно сказал, скажи, чем я дурно сказал? А если я дурного не сказал, так зачем же ты меня бьешь? Первосвященник и старейшины старались обвинить Иисуса, но не находили против него таких улик, чтобы можно было присудить его. Тогда они подыскали двух ложных свидетелей, и свидетели эти сказали про Иисуса, первосвященник спросил Иисуса, что ты скажешь на это? Но Иисус ничего не сказал. Тогда первосвященник сказал ему, так скажи же, ты ли Христос сын Бога? Иисус сказал, да, я сын Бога. Тогда первосвященник закричал, ты хулишь Бога, какие же нам еще улики, вы все слышали, как он богохульствует. И первосвященник обратился к собранию и сказал, теперь и все сказали, к смерти. И тогда уже весь народ и стражи все напустились на Иисуса и стали плевать ему в лицо и бить по щекам. Они зажимали ему глаза, били по лицу и спрашивали, ну-ка, ты, сын Божий, угадай, кто ударил тебя? Иисус все молчал. Глава 49. После этого Иисуса связанного повели к римскому правителю Понтию Пилату. Когда его привели к Пилату, правитель вышел на крыльцо и сказал тем, кто привел его, в чем вы обвиняете этого человека? Они сказали, он злодей, зато мы и привели его к тебе. Пилат говорит им, а если он злодей, по-вашему, так сами судите его по вашему закону. А они сказали, мы привели его к тебе за тем, чтобы ты казнил его, а нам не позволено казнить смертью никого. Тогда Пилат еще раз спросил их, в чем они обвиняют его. Они сказали, что он бунтует народ, запрещает платить подати кесарю и сам себя называет царем иудейским. Пилат выслушал их и велел привести Иисуса к себе в правление. Когда Иисус вошел к нему, Пилат спросил его, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, от себя ты спрашиваешь это или повторяешь то, что сказали тебе? Пилат сказал, я не иудей, а твои привели тебя ко мне за то, что ты называешь себя царем. Иисус сказал, да, я царь, но царство мое неземное. Если бы я был царем земным, то мои подданные бились бы за меня и не отдали бы меня во власть иудеям. А вот ты видишь, что со мной сделали? Царство мое неземное. Тогда Пилат сказал, ты все-таки себя считаешь царем? Иисус сказал, я учу людей истине царства небесного, и кто живет истиной тот царь. Пилат сказал, истина? Что такое истина? И Пилат повернулся задом к Иисусу и вышел опять к иудеям и сказал им, по-моему, человек этот ничего дурного не сделал и не за что его казнить. Но первосвященники стояли на своем и говорили, что он много зла делает и бунтует народ и взбунтовал всю иудею. Тогда Пилат при первосвященниках стал опять допрашивать Иисуса. Он сказал Иисусу, видишь ли ты, как тебя уличают, что же ты не оправдываешься? Но Иисус молчал и не сказал больше ни одного слова, так что Пилат удивлялся на него. Тогда Пилат вспомнил, что Галилея во власти царя Ирода и спросил, не из Галилеи ли он? Ему сказали, что точно из Галилеи. Тогда Пилат сказал, если он из Галилеи, то он под властью Ирода. И чтобы отделаться от иудеев, Пилат послал Иисуса к Ироду. Глава 50. И привели Иисуса к Ироду. А Ирод много слышал об Иисусе и теперь был рад увидать Его. Ирод позвал Иисуса к себе и стал расспрашивать его обо всем, что ему хотелось знать, но Иисус ничего не отвечал ему. А первосвященники и книжники, так же, как у Пилата, и перед Иродом всячески обвиняли Иисуса и говорили, что он бунтовщик. Но Ирод счел Иисуса за пустого человека и, чтобы посмеяться над ним, велел одеть его в красное платье и в этом шутовском наряде послал его назад к Пилату. Когда во второй раз привели Иисуса к Пилату, Пилат позвал опять начальников иудейских и сказал им, приводили вы ко мне этого человека за то, что он бунтует народ, и я допрашивал его при вас, и не вижу, чтобы он был бунтовщик. Посылал я его с вами к Ироду, и вот видите, и там ничего не нашлось в нем вредного, и, по-моему, не за что казнить его смертью, а не лучше ли высечь его и отпустить. И когда услыхали это, все закричали, нет, казни его по-римски, на кресте распни его. Пилат выслушал их и сказал, хорошо, только ведь со старины заведено, чтобы для праздника Пасхи прощать одного злодея, так вот, есть приговоренный к смерти разбойник Варавла, и теперь еще этот, так одного из двух можно отпустить, кого же отпустить, Иисуса или Варавлу. Пилату хотелось выручить Иисуса, но первосвященники настроили народ так, что все закричали, Варавлу, Варавлу. Тогда Пилат спросил, а с Иисусом что же делать? И они опять все закричали, по-римски на крест, на крест его. Пилату все-таки не хотелось казнить Иисуса. И он опять стал уговаривать первосвященников, чтобы отпустили Иисуса. Он сказал, за что вы так налегайте на него, он никакого зла не сделал и не за что его казнить. Но первосвященники и слуги их опять закричали, казнить, казнить по-римски, распять, распять его. Тогда Пилат сказал им, если так, то берите его и сами распинайте, а я не вижу в нем вины. И первосвященники сказали, мы требуем того, что следует по закону. По закону его следует казнить за то, что он называет себя сыном Бога. Тогда Пилат убился, потому что не знал, что такое значит это слово «сын Бога». И вернувшись в правление, позвал опять Иисуса и спросил его, кто ты и откуда ты? Но Иисус не отвечал ему. Пилат сказал, что же ты не отвечаешь мне, разве ты не видишь, что ты в моей власти и что я могу распять или отпустить тебя? Тогда Иисус сказал ему, нет, ты не имеешь надо мной никакой власти. Есть власть только свыше. Глава 51 Пилату так хотелось отпустить Иисуса, что он опять стал говорить с народом и сказал, как же это вы хотите распять царя вашего? Но иудеи сказали ему, если ты отпустишь Иисуса, то этим ты покажешь, что ты неверный слуга кесарю, потому что тот, кто делает себя царем, тот враг кесарю. У нас есть один кесарь, а этого царя распни. И когда Пилат услыхал это слово, он понял, что ему уже нельзя не казнить Иисуса. Тогда Пилат вышел к иудеям, палил себе на руки воды перед ними и сказал, омывай у себя руки от крови этого невинного человека. И народ закричал, пусть будет кровь его на нас и на детях наших. И тогда Пилат велел прежде высечь Иисуса. Когда его высекли, солдаты, те, которые секли его, надели ему на голову венок и дали в руки палку. И на спину накинули ему красный плащ и стали издеваться над ним. Они кланялись ему на смех в ноги и говорили, радуйся, царь иудейский, а то били его по щекам и по голове и плевали ему в лицо. И все кричали, распни его, наш царь кесарь, распни его. И после этого Пилат приказал распять Иисуса. И с Иисуса сняли красную одежду, надели на него платье и велели ему нести крест на лобное место Голгофу, чтобы там распять его. И он нес крест свой и так пришел на Голгофу. И там распяли его на кресте и еще двух человек вместе с ним. Те два были по бокам, а Иисус посреди них. Иисус же И когда Иисус уже висел на кресте, народ обступил его и ругался над ним. К нему подходили люди, кивали ему головами и говорили, «Ну-ка, ты храм Иерусалимский хотел разрушить и в три дня опять состроить. Ну-ка, теперь сам выручи себя, сойди с креста». И первосвященники и книжники стояли тут же и тоже смеялись над ним и говорили, «Других спасал, себя не можешь спасти. Вот покажи, что ты Христос, сойди с креста и тогда мы поверим тебе». Он говорил, что он Сын Божий и говорил, что Бог не оставит его. Что же теперь-то Бог оставил его? И народ, и первосвященники, и солдаты ругались над ним. То же говорил и один из разбойников, распятых рядом с ним, «Если ты Христос, спаси себя и нас». А другой разбойник услыхал это и сказал, «Не боишься ты Бога. Сам висишь на кресте за дурное дело, а ругаешься над невинным. Мы с тобой за дело казнены, а этот человек ничего дурного не сделал». В девятом часу Иисус громко проговорил, «Ели, ели, лама, собах, тани». Это значит, «Бог мой, Бог мой, на что ты меня оставил?» И когда услыхали это в «Как Илья придет». Потом Иисус попросил «Пить». И один человек взял губку, обмочил ее в уксус и на камышине подал Иисусу. Иисус пососал губку и сказал громким голосом «Комчина, отец, в руки твои отдаю дух мой». И склонив голову и спустил дух. Конец главы 52 Конец Учение Христа изложенное для детей Лев Николаевич Толстой